К нашему эфиру уже присоединяется Леонид Гозман, российский оппозиционный политик. Леонид Яковлевич, здравствуйте. Добрый день. Леонид Яковлевич, все же остаемся в теме того, что происходит в Белгородской области, но уже хотим обсудить с вами не военный, а политический аспект того, что происходит. Первый вопрос, который возникает, ударит ли происходящее по репутации Кремля? Ну, вы знаете, я думаю, что уже нет, потому что нет никакой репутации. Почему-то ударять-то. Уже и самолеты сбивают, и по Кремлю удар дронов, и многое другое. Я не думаю, чтобы что-то всерьез добавляло. Но никто же не удивился. Все же понимают, что, допустим, все эти зубы дракона, которые они там строили за миллиард рублей, 95% украден. Ну, в общем, как бы все как обычно. Нет, я думаю, что репутация Кремля уже ничего не грозит. Даже в глазах тех, кто до последнего поддерживает решения принимающиеся? Вы знаете, нет людей, которые поддерживают решения принимаемые. Таких людей вообще нет. Мне кажется, кроме, может быть, самого Владимира Владимировича Путина, который эти решения принимает. Больше их никто не поддерживает. Есть люди, которые, с той стороны, с которой я, которые считают все это преступлением и безумием. Есть люди, такие зет-патриоты, которые осуждают эти решения, потому что ядерную бомбу до сих пор не бросили, потому что, не знаю, там, не смыли, не утопили британские острова, там, ну, всякие вот эти глупости, да? А по-другому, что люди вообще не плевают на происходящее. Поэтому я не думаю, чтобы это как-то повлияло. Если говорить про конкретную ситуацию того, что сейчас происходит в приграничных регионах российских, по вашему мнению, как эта история закончится? К примеру, отставкой губернатора области или все же военные генералы российские возьмут ответственность, например, за столь медлительную реакцию на происходящее. Ну, вы знаете, если отправить в отставку губернатора, то это, конечно, будет наказание невиновных. Потому что губернатор, если в чем виновен, так в том, что были украдены деньги, которые были выделены на оборонительные самосооружения. Но, с другой стороны, все губернаторы так делают. Что же его-то одного наказывать беднягу? А Путин явно не любит публично наказывать никого, поскольку он не любит признавать поражение. Соответственно, я думаю, что каких-то военных, конечно, накажут, но сделают это не сразу и тихо. Сейчас очень активно обсуждается тот момент, что якобы война наконец-то перенеслась на территорию России. Якобы общество поймет, что она намного ближе. То есть, говоря о так называемой спецоперации, мы уже говорим не о действиях, которые не касаются конкретно жителей страны, якобы, а уже идут конкретные действия на территории Российской Федерации. И возникает вопрос, даже это не сможет поменять отношение российского общества к так называемой СВО. Так вы что понимаете под отношением российского общества? Вы что считаете, что оно поддерживает это? Это вопрос к вам. Вы думаете, что общество поддерживает? Хорошо, тогда перефразирую. Если это даже не поддержка, но тогда существует всегда вариант, если не поддержки, то протеста, негодование. Есть еще очень много реакций на происходящее. Да нет, есть просто равнодушие. Есть равнодушие. Вот это и есть главная эмоция. Понимаете, вот самая главная эмоция – это равнодушие. Царь там какую-то дурь затеял. Они там зачем-то с кем-то воюют. Но с другой стороны, да, на нас, конечно, напало НАТО, надо защищаться. Но вообще все хреново. Никого не удивляет, что все хреново. Никого не удивляет, что какие-то боевые действия ведутся на нашей территории. И это не первое. Вот этот прорыв – это не первая такая история. Значит, всякие там ракеты падали и раньше. Нефтебазы всяческие там и прочее горят. Горят каждый день. Самолеты, военные самолеты атаковали с дронами уже несколько раз. Ну и в конце концов, совсем недавно дрон прилетел на Кремль. Так что здесь нет ничего нового, понимаете? Здесь нет ничего нового. И общество к этому привыкло. И принимает это на самом деле. Оно это принимает как данность определенную. Оно это не поддерживает и не протестует. Если вы думаете, что будет... Ну, спрашиваете, будут ли массовые протесты? Нет, их не будет. Их не будет не потому, что люди такие там, рабы по натуре и прочее. Все чушь собачья. А не будет их потому, что против таких режимов нет массовых протестов. Их не бывает. Вот белорусский режим имел на эти массовые протесты, потому что он допустил ошибку. Лукашенко допустил ошибку, разрешив Светлане Тихановской баллотироваться. Ну, я думаю, что тут его еще и сексистские представления были. Что, так сказать, вообще ничего она не сможет. Баба, кто будет за нее голосовать. Ну, что-нибудь вот такое, да? Я не удивился бы, если бы он так думал, Александр Григорьевич. И когда она блистательно выиграла, а он, естественно, проиграл, вот тогда у вас был массовый протест. А вообще-то говоря, массовых протестов против Гитлера, Сталина, Путина, нет, не бывает и не может быть. Потому что этот протест будет расстрелян на дальних поступках. Наш спикер и эксперт, который вот был перед вами в нашем эфире, Олег Жданов, говорил о идее гражданской войны. Являетесь ли вы сторонником возможного сценария начала какого-либо противостояния внутри России? Да, безусловно. Только это не та гражданская война, которую, видимо, многие имеют в виду, что будет война, так сказать, демократических сил против авторитарного режима. Ничего подобного не будет, ни в коем случае. А будет, что может реально быть, может быть такой очень кровавый распад страны, где частные армии, региональные армии будут сражаться друг с другом за контроль над нефтяным месторождением, над шахтой, пусковой шахтой, над еще чем-нибудь, каким-нибудь там стратегическим железнодорожным узлом и прочее. Вот это вполне возможно. Гражданской войны, как белого воинства против красного или черного, нет, такого не будет. Перед тем, как задать следующий вопрос, хотела бы процитировать слова главы Федеральной разведывательной службы Германии Бруна Каля, который говорит о том, что власть президента России Владимира Путина на данный момент вполне стабильна. И несмотря на отдельный случай выражения критики, например, в отношении поставок боеприпасов, нет никаких признаков того, что система начинает шататься или разваливаться. По вашему мнению, что может стать тем последним гвоздем, камнем, как хотите, которое все-таки пошатнет эту систему? Наверное, надо понимать, что если мы говорим о возможности того, что система пошатнется, мы говорим о возможности существенных разногласий, раскола, бунта в верхних десяти тысячах. Вот это важно. Это важно. Я не уверен, что у разведки Германии есть серьезные данные на эту тему. Толчком к серьезным событиям будет продвижение украинских войск. Как минимум, если они разрежут коридор в Крым, связь по сухопутной связи между Крымом и континентальной Россией, ну а как максимум это освобождение Крыма. Я думаю, что освобождение Крыма привлечет глубочайший политический кризис за собой именно в элитах. Но многие считают, и на Западе многие считают, что это может произойти и раньше. Ну вот в случае, если будет прерван сухопутный коридор, например. Леонид Яковлевич, большое спасибо за ваше экспертное мнение. Нашим зрителям, напомню, Леонид Гозман, российский оппозиционный политик, был гостем нашего эфира.